Клумбы в своем дворе Евгений Овсянников показывает с гордостью. Военный пенсионер, а ныне председатель совета дома, он знает каждый цветник. Жильцы решались сами, где будут расти сальвия, а где бархатцы или петунии. Почти все цветы, а это 38 разновидностей, купили и высадили в этом году. Поехали на Богдана Хмельницкого в теплице, там посмотрели, что у них наличие есть. Переговорили с инженерами, что будут какие-то там цветы выделять. Свой двор жители украшают уже 8 лет. Началось все с небольшого фонтанчика и кованой решетки под окнами. Хочется, говорят жители, чтобы двор отличался, поэтому типовым гипсовым гномикам тут предпочитают деревянные скульптуры и композиции из бутового камня. Вот эти вот все поделки, наверное, это вчерашний день. В том плане, что да, смастерить это хорошо, это здорово. Но мы немножко как-то в этом плане консервативны, что все-таки вот эта кованая оградка, ручная вот эта вот работа, это немножко другое, чем, допустим, из каких-то там досточких брусков, да, там сбить, сколотить. Оригинальные скульптуры, как и массивные альпийские горки, создавали вместе с дворниками. Рабочие участками сили цементный раствор, отсыпали гравием дорожки. В конкурсе было сделано несколько эскизов, вспоминает инженер Александра Сажнева. Некоторых жильцов пришлось убеждать красочными рисунками. Все это копалось, камни привезли Егору, зачем этих камней навезли, все. А когда уже ближе к концу вот эта картина начала вырисовываться, когда они увидели все вокруг уже готовое, тогда уже все, у них уже всех мнения поменялись, все подходят, спасибо говорят. В конкурсе приняли участие 26 дворов, 10 признаны лучшими. Причем места из первой тройки, а это дворы в Кировском и Калининском районах, разделяют десятые доли балла. Авторы и создатели цветочно-скульптурных композиций получили почетные грамоты из рук мэра. Станислав Якушевич, Данил Смирнов, Новосибирские новости.